В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллин». Сегодня у нас в гостях старейшина района Кристины Вадим Белобровцев. Вадим, доброе утро. Доброе утро. Вадим, помимо того, что вы являетесь старейшиной района Кристины, вы также член совета фонда интеграции МИСА. Не так давно поднималась тема серых паспортов в прессе и широко обсуждалась. Вот как МИСА относится к этой теме? Ну, у МИСА нет какой-то единой позиции в этом вопросе, на самом деле. Там каждый волен думать, что называется, как ему угодно. Но для меня стало хорошим таким добрым сигналом то, что председатель совета фонда интеграции Кристина Каллас опубликовала свое мнение в средствах массовой информации, где вполне четко заявила, что она согласна с той идеей, которую озвучил премьер-министр Юрий Ратас, что обладателям серых паспортов по желанию их нужно предоставлять гражданству Эстонской Республики в упрощенном порядке, то есть без экзаменов. Опять-таки, повторюсь, разумеется, если они сами этого захотят. Предложила несколько вариантов, как это можно сделать и упомянула, среди прочего, то, что я всегда говорю, это то, что на самом деле закон о гражданстве, которому Эстонию уже более 20 лет, и он за эти 20 с лишним лет практически вообще не менялся, ему уже пора измениться и пора уже, на самом деле, привести его в соответствие с современными реалиями, а не жить началом 90-х годов прошлого столетия. Некоторые обвиняют премьер-министра Юрия Ратаса в том, что он своим заявлением предоставить в упрощенном порядке гражданства серопаспортникам начал предвыборную кампанию Центрической партии. Действительно возникали такие заявления, но мне кажется, что они несколько странны. Взять хотя бы тот факт, что Юрий Ратас эту позицию озвучил, отвечая на вопрос журналиста «Радио Свобода», и очень странно предполагать, что здесь была какая-то сыгранность между ними, что центристы каким-то образом у нас контролируют «Радио Свобода» и говорят журналистам, что им спрашивают, что нет. Точно так же для меня было бы удивительно, если бы Юрий Ратас, когда его спрашивают, какой ваш взгляд на ситуацию с негражданами в Эстонии, сказал бы, вы знаете, я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, потому что иначе меня потом обвинят в том, что я занимаюсь предвыборной пропагандой, поэтому пропустим этот вопрос. Кроме того, на самом деле, премьер-министр не озвучил ничего нового с точки зрения центристской партии, поскольку вот это мнение, что неграждане в Эстонии могли бы получать эстонское гражданство по желанию без каких-то экзаменов, то есть в упрощенном порядке, центристская партия высказывает уже не год, не два, а на самом деле довольно давно. И Юрий Ратас просто озвучил эту программную позицию партии, и вдруг оказалось, что это какая-то предвыборная риторика. Ну, с моей точки зрения, такие обвинения премьер-министра, они несостоятельны совершенно. В Европе, да и во всем мире, по-моему, нет государства, которые бы поддерживали наличие неграждан в стране. В нашей стране, на ваш взгляд, эту проблему нужно когда было решить уже? Эту проблему нужно было решить еще, естественно, в прошлом веке. То есть в 90-е годы. В то же время очень интересно слушать, как правые партии, политики правых партий, все, как и политики левых партий, сходятся в том, что ситуация очень плохая. У нас практически 83 тысячи неграждан на территории страны. Такого, конечно, быть не должно, и обязательно эту проблему нужно как-то решить. Но в то же время у нас правые партии уже много-много лет находились в власти, и никаким образом они эту проблему не решили. И когда поднимается такая версия, что давайте мы предоставим серопаспортникам возможность получить эстонское гражданство в упрощенном порядке, то правые партии категорически с этим не согласны. А когда спрашиваешь, хорошо, а как тогда эту проблему решить? Ну, никаких внятных аргументов, никаких внятных предложений мы оттуда не слышим. Поэтому, с моей точки зрения, есть только один вариант, это именно то, что озвучил премьер-министр. Он очень хорошо это, с моей точки зрения, сформулировал. Люди, которые уже более 25 лет проживают в Эстонии, не выбрали гражданство никакой другой страны, а именно живут с так называемыми серыми паспортами неграждан, и каким-то образом, на самом деле, с моей точки зрения, поражены таким образом в правах, могли бы при желании подавать заявление о получении эстонского гражданства в упрощенном порядке и таким образом становиться полноправными гражданами Эстонской Республики. Что, скорее всего, пойдет на пользу Эстонской Республике. Безусловно. Спасибо, Вадим, успехов вам. Благодарю. Информационный блок «Добрый утратальный» подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был старейший на районе Кристины Вадим Белобровцев.